Микс Ньюс Микс Ньюс Но сама по себе литература То есть если мы говорим о произведениях Она абсолютно не депрессивна Я не согласен с Виллером Напротив, я считаю, что именно русские писатели Создали, ну, одни из самых светлых книг В мировой, наверное, литературе Но с другой стороны, ведь если иностранец Смотрит, например, на Достоевского Он видит в Достоевском не всегда то, что видит в нем русский человек Он не видит тот юмор Или не всегда понимает тот юмор И, соответственно, Достоевский представляется писателем Абсолютно депрессивного свойства Вот это как раз и говорит нам о том Что это зависит не от писателя или произведения Это зависит от читателя То есть это зависит от того, как смотреть На то или иное произведение Это помните, как в «Идиоте» у Достоевского Когда Картина Гульбейна висит у Рогожина И Мышкин говорит «У иного и вера может пропасть» Как это странно сказал Рогожин Что у иного и вера может пропасть Вспоминает Мышкин И это что значит? Это значит, что от того, как ты смотришь на эту картину Как ты смотришь, как Рогожин Или как ты, как Мышкин смотришь на эту картину Да, у иного вера может пропасть А у другого, наоборот, вера может появиться С другой стороны, опять же, если мы говорим о Достоевском То ведь в школе Вот этот базовый курс, который мы проходим Он, опять же, представляет нам Достоевского Как писателя крайне мрачного Это, на самом деле, довольно сложный вопрос Вопрос и такой небыстрого обсуждения Вопрос того, должны ли, нужно ли проходить классические произведения в школе Потому что, напомню, друзья, для всех наших слушателей Что авторы не писали свои произведения для детей То есть все эти произведения писались для взрослых Рассчитаны на взрослую аудиторию И поэтому я всегда рекомендую возвращаться К тем произведениям, которые, казалось бы, прочитал в школе И вопрос закрыл Ну да, все понятно, «Войну и мир» я осилил в школе Или там «Преступление и наказание» прочитал в школе Вернись, перечитай, посмотри, как будет Будет совсем иначе То есть это вообще сложная проблема На самом деле Следует ли проходить эти произведения в школе То есть следует ли их вообще происходить Или может быть достаточно происходить их на таком ознакомительном уровне? Не знаю, честно говоря, что такое ознакомительный уровень То есть некая фабула того, что там происходило Без подробного разбора Ну, мне кажется, что для того, чтобы понять, что там происходило Даже и произведение теперь уже читать не надо У нас есть специализированные сайты Где там в течение 15 минут тебе изложат ход событий Что там зачем происходило Другое дело, что ты от самого произведения ничего не получишь И в самом произведении при этом ничего не поймешь Но это, правда, сложная проблема Не имеющая однозначного решения То есть я понимаю доводы тех, кто считает, что мы должны это проходить в школе И главный из этих доводов, конечно, состоит в том, что это и формирует нацию Потому что это становится тем кодом, который скрепляет нацию Но понимаю доводы тех, кто наоборот говорит, что не стоит этого проходить в школе Потому что мы искажаем Мы действительно смотрим поверхностно Да и просто школьник не обладает таким жизненным опытом Чтобы понять то или иное произведение Именно поэтому я так люблю лекции даже не для студентов, а лекции для взрослых Потому что когда ты разговариваешь со взрослыми, у них совсем другой жизненный опыт И они по-другому осознают И они становятся такими соавторами на лекции И высказывают свои какие-то соображения по этому поводу Ну, тот факт, что, например, мы читаем какие-то произведения в жизни несколько раз Ну, классический пример – это «Мастер и Маргарита» Могу поделиться своим субъективным ощущением Когда я прочитал это в школе в средней, это была одна история Когда я прочитал в институте, это была другая история И когда я прочитал «Мастера и Маргарита» в очередной раз уже после 30 лет Это была совершенно иная история То есть вот с другой стороны, каждый раз я для себя открывал какие-то пласты в этом произведении И находил что-то, что мне нужно было вот на том временном отрезке своей жизни Собственно, это и называется классическое произведение То произведение, к которому ты возвращаешься неоднократно У меня недавно был довольно интересный опыт Я в библиотеке родителей нашел свою школьную книжку «Война и мира» То есть «Война и мир» – само издание, которое я читал в школе И я перечитывал, и обратил внимание на пометы, которые я оставлял на полях И оказалось, что те проблемы, которые волновали меня в школе И то, что мне казалось важным в этом романе Сейчас я для себя разрешил, и они уже не кажутся мне такими важными и интересными И наоборот, оказалось, что я человек, который много раз читал «Война и мир» Просто в силу своей профессии Потому что перед тем, как перед студентами читать, нужно освежить в памяти текст Я вдруг открыл для себя много нового Ну вот вопрос интерпретации, вопрос наших личных интерпретаций того или иного произведения Потому что, опять же, если мы возвращаемся к классическим произведениям И уже упомянуты мной Булгаков и мастер Маргаритов Которым много закодировано всего, и каждый трактует это по-разному Кто-то считает, что Булгаков писал мастера для одного конкретного читателя В образе Воланда его можно найти, это Иосиф Сталин И так далее и тому подобное То есть, насколько классическая литература, в принципе, даёт нам возможность для личных интерпретаций Которые, возможно, автор в них не укладывал Вот эта свобода, она должна быть или всё должно восприниматься нами так, как это, возможно, задумывал автор? Если мы говорим с вами о простом читателе, то есть, если мы говорим с вами просто о читательском опыте Читатель, я уверен, имеет право интерпретировать произведение так, как ему хочется Если же мы говорим с вами о науке, а я уверен, что литературоведение – это наука Существуют границы интерпретации Это не очень популярное сейчас мнение в литературоведении У нас сейчас более популярен такой постмодернистский подход Когда мы можем интерпретировать как угодно И автор не закладывал туда этих сентенций, но он и сам не догадывался просто, что он закладывал их туда И вот, например, случай с мастером, по-моему, это очень яркий случай Когда говорят о том, что он писал его для одного читателя и отобразил его в образе Воланда На мой взгляд, это совершенно неадекватно восприятию Булгаковым своего романа Напротив, роман подчеркнуто антитоталитарный То есть роман такой подчеркнуто антитоталитарный, антидеспотический и так далее Если мы говорим о простом читателе, да, пожалуйста То есть вы не разделяете точку зрения, что Волант – это зло на зло необходимое Которое сейчас очень часто можно услышать от различных экспертов Я разделяю точку зрения, что настоящий дьявол – это не Волант А настоящая дьяволиада – это сама Москва 30-х годов XX века И дьявол – это тот, кто создал эту систему А Волант тогда кто в этой истории? Это дьявол, который создал... А Волант – это, ну, такое, как бы, не злое зло Это не злое зло, как в произведениях Гоголя То есть Булгаков чётко показывает нам, что зло-то оно не метафизическое Что зло вполне физическое, оно идёт от людей И оно не абсолютное Оно абсолютное, но только оно идущее от людей Но как может быть зло не злым? В данном случае вы закладываете некий парадокс Нет, не злое зло вполне возможно Почитайте Гоголя У Гоголя такое злое – это когда можно с ведьмой в карты играть Когда можно чёрта старым хрычом обозвать Когда можно на чёрта сесть и в Петербург полететь За черевичками для Оксаны, как в акула полетел Вот такое же не злое зло Это будет бегемот Самый живой персонаж этого романа, как его называла Елена Сергеевна Третья супруга Булгакова Это будет Азазелла, коровь Да они все вполне себе такие счастливые, добрые Да они вообще не злые А злое – это вот сама эта система, где люди пропадают Система, где самым спокойным местом в городе является сумасшедший дом Клиника Стравинского, куда они там все хотели попасть Система, где директор Варьете пропал А всех интересует только одно, кто получит его квадратные метры И все окружают председателя желтоварищества Басова И требуют выдать эти квадратные метры Соседка даже придумала, что она беременна от Лиходеева Только чтобы получить эти квадратные метры Система, которая культивирует в людях самое плохое Вот если вы помните, как Левий Матвей прибился к Иешу Он был сборщиком налогов Однажды услышал проповедь Иешу А бросил эти свои деньги и пошел за Иешу А я хорошо представляю себе Левия Матвея Который бросил эти деньги и пошел за Иешу А можем ли мы представить, что председатель желтоварищества Басой Который хранит валюту в сливном бачке Бросит эту свою валюту и пойдет за Иешу Да конечно нет, то есть вот эта система Она превращает людей в родов Ну насколько, скажем, широкая аудитория Способна понять те заложенные смыслы Которые есть в классических произведениях То есть многие, ведь Большинство, наверное, читали И Булгакова, и Набокова Защиту Лужина могу вспомнить в качестве Примера такого, на мой взгляд Очень сильного финала Который показывает нам гораздо больше Чем кажется там написано Вот для большинства Это все-таки закрытая такая книга То есть прочитали и поняли сюжет Или нет? Как вы считаете, классика Она способна достучаться до широкой аудитории? Просто мне кажется, что если Наши слушатели хотят за рядового читателя выйти То есть выйти вот эту За границу просто своей интерпретации То здесь нужны комментарии То здесь нужны профессиональные Литературоведческие комментарии Если мы говорим о классической литературе То многое уже моими коллегами сделано И это всегда облегчает Это всегда помогает Но ведь комментарии, в том числе и человек Который профессионально занимается литературой Это в том числе его субъективная оценка Далее И его интерпретация Или нет? Комментарии бывают разные Бывают реальные, например, комментарии То есть комментарии, где писалось Какие были критические отзывы Когда публиковалось и так далее Здесь никаких оценок не будет Обычно комментаторы не интерпретируют То есть комментаторы вам выявят подтексты Выявят, каким текстом отсылает нас тот или иной автор Расскажут об истории публикации Об истории написания Что в это время в жизни у автора было Я как сторонник биографического подхода Настаиваю, что это очень важно Но они не будут интерпретировать То есть то, что называют бэкграундом На ваш взгляд важно все-таки объяснять Как это произведение рождалось Как он написал В каком настроении В каких обстоятельствах Был автор этого произведения Конечно, да, да Я глубоко убежден, что это очень важно И не понимая этого Не зная, какую духовную драму Переживал Гоголь во второй половине 40-х годов Мы не поймем, почему не складывается Судьба мертвых душ И почему происходят эти сожжения Вот Михаил Козинник Который занимается исследованием музыки Он как раз высказывал такую точку зрения О том, что если вы не знаете биографии Баха Вы в полной мере не поймете музыку Баха С другой стороны, есть точка зрения О том, что я включаю Баха Мне просто нравится, мне хорошо И мне даже не важно, что с ним происходило Вот с литературой не так? Точно так же у нас есть Такая сейчас популярная точка зрения Литературоведческая О том, что нам автор вообще не нужен И у нас есть просто текст И мы рассматриваем эманентный текст То есть у меня есть набор букв И я работаю только с этим набором букв И все А что там было за границами этого текста Оно совершенно не влияет на этот текст И есть противоположная точка зрения Таких сторонников биографического Или, может быть, шире историко-культурного подхода Который свидетельствует о том Что текст понятен только в широком контексте его эпохи Ну вот вы упоминали Гоголя Ведь Гоголь во многом такая фигура мифологизированная Потому что есть много историй Неподтвержденных о том Что, например, его закопали живым И похоронили живым Вы это, кстати, отрицаете Вы считаете, что это все Миф Опять же, второй том мертвых душ История, которая, мне кажется Стала уже таким символом Тоже вот этой загадочности этого писателя Гоголь, на ваш взгляд, все-таки это действительно писатель Который стал заложником мифов, которые вокруг него Любой писатель, по-видимому, как-то заложник мифов вокруг себя Причем любопытно, что если мы говорим с вами О романтической и постромантической эпохи Многие писатели эти мифы творили сами То есть писатели-романтики Первые догадались, что биографию Тоже можно превратить в произведение Селенджер, кстати Что биография, это уже позже будет, да? Что биография Это еще один том Собрания сочинений И так будет у Лермонтова Точно биография, как том собрания сочинений И так будет у Гоголя Потому что, вот, например, факт Который я всегда в этом контексте привожу Уже упомянутый второй том «Мертвых душ» Вот все знают, что Гоголь сжигает этот второй том За 10 дней до смерти Он сжигает второй том Что нам не осталось Трагическое сожжение и так далее Но напомню нашим слушателям Что второго тома в окончательном его виде Никто никогда не видел То есть я не могу подтвердить факт Его вообще наличия этого второго тома То есть был ли вообще факт сожжения? Нет, у нас точно был факт сожжения Потому что это подтверждают свидетели То есть какие-то личные бумаги Гоголь сжигает Но что конкретно он там сжег И был ли у нас законченный текст второго тома Я, честно говоря, глубоко сомневаюсь Но эти мифы, они все-таки Для писателя идут во благо Потому что я уже упоминал Селлинджера Да, это позже Но Селлинджер, который уходит Становится отшельником с одной стороны С другой стороны Он, будучи отшельником В общем-то, жаждет этого внимания Это такой парадокс Потому что, когда к нему приезжают журналисты Он там на них чуть ли не бросается И, соответственно, таким образом Провоцирует еще больше интерес к себе Может быть, бессознательно Но, тем не менее Я думаю, что вполне осознанно Создание мифа вокруг себя Вот этого затворничества и так далее Ну, на примере, который я уже из 20 века привел Но, тем не менее Вот этот важный момент Это делает, скажем так Это важный момент для того, чтобы писатель стал классиком Мифы для того, чтобы писатель стал классиком Хороший вопрос Я никогда об этом не думал Ну, как легенда Человек-легенда делает эпизод Да-да-да В этом ракурсе Может быть, кстати, да Может быть, кстати, да Вот по поводу того, что Человек отходит от всех Уходит отшельником А в этом, наоборот, можно увидеть Не проявление самоотрицания А наоборот, проявление самоутверждения И Левин Я всегда другой пример привожу Из классической литературы Это, конечно, Лев Николаевич Толстой Напомню, что Лев Николаевич Толстой Завещал похоронить себя В своем фамильном имении В Ясной Поляне В Тульской губернии В лесу И предупредил, что не надо Ставить на моей могиле Ни креста, ни памятника И обычно мои коллеги В Ясной Поляне говорят Видите, какой скромный был Что ни креста, ни памятника Ничего ставить не надо На самом деле, я убежден Что великой гордыней был человек Потому что точно знал Что и без креста И без памятника Будут приходить на его могилу К нему не зарастет Народная тропа И, в общем, она действительно Не заросла и без креста И без памятника У нас звонок Радиослушатель на линии Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр Да, Александр Вот я с вами полностью согласен Что прежде чем Так сказать, произведение читать Надо биографию, так сказать И взгляды писателя А потом уже решать Читать его всю эту толстую Толстенную книгу Или достаточно 15 минут Так сказать Посмотреть Про него аннотации Вопрос у меня По Федору Михайловичу Достоевскому Здесь много спорных вопросов Одни говорят, что вот он гений Так сказать А вот дневники Мне его не нравятся А гения, да, признают Вот Достоевский, например, говорил Что наш русский либерал Он прежде всего лакей И только и смотрит Как кому-нибудь сапоги На Западе вычистит Это первый вопрос Как вы к этому относитесь И вот Как вы думаете Чье это выражение? Я перечитал Достоевского И я испытываю почти Физическую ненависть К этому человеку Как вы думаете Кто это сказал? Спасибо Да, к сожалению Ответы на второй вопрос Точного я не знаю А так как слушатель вышел из эфира Можно было бы интересно сказать По поводу первого вопроса Либерала Вы знаете Это довольно сложная тоже проблема Соотношение политических взглядов Того или иного писателя И его художественного творчества Потому что Здесь Ну конечно хочется на современность Перенести вот этого русского либерала Которого ругает Достоевский Но друзья Я хочу подчеркнуть Что то, что либералом называли В 19 веке Не равно тому, что либералом Называется сегодня То есть здесь нужно понимать Что вкладывал Достоевский В это понятие либерала И слушатель не случайно Обратил внимание на Достоевского Потому что Может быть я соглашусь Что художественные произведения У Достоевского Значительно сильнее Его политической публицистики Потому что Дневник писателя Это журнал Который выпускал Достоевский В 70-е годы 19 века Политически По прогнозам Хотя бы По тому, что он там прогнозирует дальше В общем довольно слабый По сравнению Даже и без сравнения С его художественным творчеством Что касается художественного творчества То Достоевский Это не вершинное достижение русской Это вершинное достижение Мировой литературы А что касается Такого негативного отношения К Достоевскому То тут довольно много Друзья Кто высказывался О Достоевском плохо Напомню Красоты Мир спасется красотой Она была не близка Ульянову Мы знаем Мы знаем Что происходило С его именем После революции Тем не менее Сегодня его можно отнести К классикам русской литературы Вообще тяжело На самом деле Выбрать Классиков Кто их выбирает Какие у нас критерии Вот Литературоведы говорят О каноне Есть некий Литературный канон Вот кто входит В этот канон По каким критериям Туда включить Это сложный вопрос И я согласен с вами Что Горький Был превращенный С живого писателя В такую мумию В каждом городе Была улица Горького Парк имени Горького Памятник Горькому Ну и так далее Превратили его В такую во многом мумию Как и Маяковского Маяковского В стихах Горького В прозе Недавно отмечали юбилей Как известно Горького И тоже спрашивали меня Журналисты О фигуре этого писателя Мне кажется Что Горький Прежде всего ценен Тем значением Не своими произведениями Потому что Ну не могу я выбрать Каких-то гениальных Произведений Горького Он ценен тем значением Которое он занимал В русской советской литературе Вот пожалуй так аккуратно То есть получается Что его иерархический статус Здесь являет Такую доминирующую роль Да Именно То есть если мы посмотрим с вами Ну в таких стерильных условиях Просто писателей Не думаю что Горький Это будет тот писатель Которого я буду читать В свободное время Егор Сартаков В гости нашей программы Сегодня Доцент Журфака МГУ Оставайтесь с нами Вернемся через несколько минут И продолжим наш разговор Мы продолжаем Так сказать фразы По поводу ваших Так сказать критического отношения По поводу Так сказать политических Произведений Так сказать Достоевского Так вот Бердяев Был просто восхищен Его так сказать Политическими предвидениями По поводу Так сказать Предстоящих событий Которые В полной мере Осуществились В семнадцатом году Так вот Бердяев Сказал Я просто Был поражен У него есть специальное Произведение По этому поводу Поэтому я с вами Здесь категорически Не согласен Спасибо Да спасибо вам Вот такая точка зрения Ну напомню друзья Что То что вы говорите Про Бердяева Эта работа называется Миросозерцание Достоевского Бердяев был поражен Прогнозами Достоевского В русской истории А Достоевский Все больше писал О разурбежной истории И вот эта Идея там Загнивающего запада Которую он развивал Вслед за славянофилами И там Почвенниками предположим Идея федерации Славянских народов Все вот это Не осуществилось Я постоянно Об этом говорю И в том числе студентам Тоже об этом говорю Еще звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Лариса Да Лариса Вот лично меня Читало очень много Но меня никогда Не интересовала Личная жизнь Писателей и поэтов Но они такие же люди Как мы Зачем мне знать Что и Пушкин Например Как пишет Было 250 Любовниц У кого-то там Что-то кто-то Скупой Кто-то что Мне нравится Его произведения Я их прочитала И нравится Мне нравится И все А личная жизнь Это его личная жизнь А вот про Толстого Интересно Нам все говорили Что вот Толстой Говорил Ему там Его жена Софья Как ее там Мешала жить Она на него Действовала Не очень хорошо И тому подобное А если разобраться А кто вел Все хозяйство У них была Куча детей У них была Куча гостей Это еда Белье постельное Одежда Где-то Уложить кого-то Где-то Что-то То есть На жену Толстого Он зря Наговаривал Она вела хозяйство А он делал Что хотел Спасибо Интересно Да Мне кажется Что вы как-то Ответили Два вопроса Задали И вы вторым вопросом Ответили на свой первый вопрос Вот для чего нам Собственно и знать Биографию Автора Напомню вам Повесть Льва Николаевича Толстого Крицерова соната Которую совершенно Невозможно понять Не понимая Характер отношения Льва Николаевича И его супруги Софьи Андреевны А что касается Хозяйства Тут вы совершенно правы Вообще Я всегда говорю Что Софья Андреевна Личность героическая Потому что ей достался Самый тяжелый крест Из возможных Быть женой Гениального писателя И она этот крест донесла 50 лет Без малого Она этот крест несла И не всегда Вы тут не правы Толстой на нее наговаривал Напомню вам письмо Льва Николаевича Софья Андреевна От 1897 года Где он пишет С любовью и благодарностью Вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни В особенности Первую ее половину Когда ты Со свойственным Твоей натуре Материнским Самоотвержением Так энергически И твердо Несла то К чему считала Себя призванной Что в общем Очень светлое Такое чувство Благодарности У Льва Николаевича К Софье Андреевне Было Но и как в любой семье Конечно Отношения были разные Ну вы сказали о том Что Толстой был человеком Невероятной гордыни И как раз здесь Вспоминается Его взаимоотношения С дворчеством Шекспира Потому что как раз Толстой его не ценил Как мы понимаем И как раз Здесь возникает спор Шекспира или Толстой И можно ли их Вообще сравнивать Вот на ваш взгляд Нет мне кажется Что совершенно нет Тут повода для сравнения И если Толстой В какой-то период Плохо отзывался О Шекспире Это не значит Что он там ему завидовал И гордыни Я даже здесь не вижу Дело в том Что по разному В разные эпохи Воспринимаются классики Кто-то для них Является классиком Кто-то не является классиком Но напомню Что Пушкин например Наоборот Высоко ставил Шекспира Из драматургов А ругал Рассина Жана Рассина Которого мы сейчас считаем Классиком Французского театра Великим трагиком Французским Которого я например Очень люблю А Пушкин вот его ставил Противопоставлял Шекспиру И ставил наоборот низко То есть тут Это еще зависит от эпохи От того Какое мнение тогда было От того Как они в это время Смотрели на литературу И так далее Время на ваш взгляд Все-таки противоставляет классиков Потому что мы говорим Пушкин и Лермонтов Подразумевая Пушкин или Лермонтов Даже если задаешь вопрос знакомым Всегда возникает такой Тебе больше нравится Пушкин Или больше нравится Лермонтов И соответственно Каждый определяет Кто для него ближе Есть такое ощущение Что спустя столетия Спустя какой-то большой промежуток времени Все-таки история начинает Ставить классиков Друг против друга В какой-то степени Это тоже очень, кстати Хороший вопрос Потому что я никогда Об этом не задумывался Начинает ли история Ставить Ну, наверное, да Потому что если мы говорим С вами о классике Ему тесно Ему тесно В рамках своего направления Ему тесно В рамках Той традиции Которую он продолжает Потому что классик Всегда гений Всегда будет эту традицию Взрывать Приносить что-то новое И таким образом Отрицать предшественника В той или иной степени И поэтому По-видимому, да Тем более, что такие вот Дихотомии Это не только Пушкин и Лермонтов В общем, я назову вам их Еще несколько Все будут выбирать Ахматова или Цветаева Все будут выбирать Пастернак или Мандельштам Или, например, выбирать Толстой или Достоевский Потому что Все люди делятся на две группы Я всегда говорю Тех, кто любит Толстого Тех, кто любит Достоевского Потому что Толстой и Достоевский Жили в одну эпоху Писали параллельно В общем Похожие идеи у них были Не буду сейчас на этом останавливаться Потому что это Такой отдельный Сложный разговор Но друг с другом Подчеркнуто Держали дистанцию То есть Друзьями не были В общем Лично не встречались Старались не встречаться Подчеркнуто Держали дистанцию Но наше Человеческое Читательское восприятие Ведь оно тоже Определяет фаворитов Потому что Здесь можно провести Много примеров Включая современное Это, например Гребенщиков Или Шевчук Хотя Казалось бы Они работают В одном направлении Но все равно Мне больше нравится ДДТ И я всегда был Сторонником ДДТ Чем аквариумы А есть люди Которые слушают аквариум И как раз считают его Ну более Для них подходящей Рок-группой И вот как раз Если я пытаюсь Посмотреть на это С точки зрения Классической литературы Тоже это возникает Потому что я задумался Толстой или Достоевский И понимаю Что для меня Достоевский Ближе, чем Толстой А для меня Толстой Ну да И это зависит от того Наверное Как мы это воспринимаем И какую жизнь мы проживаем Или вот как На ваш взгляд Это восприятие Все-таки появляется У человека И это пристрастие К тому или иному автору Да Наверное Это зависит Вы правы Это зависит от жизни От твоих жизненных впечатлений И потом я думаю Что это может меняться И еще важная вещь Которую мы должны В этом контексте помнить Что все-таки Если мы говорим с вами О Толстом О Достоевском О Чехове Об Островском Но не получится долго Я не знаю Там всю жизнь читать Только одного Ты просто устанешь И вот пожалуй Единственное От кого я не устаю От кого невозможно устать Это будет Пушкин Потому что Как сказал прекрасно Писатель и философ Розанов Уже в 20 веке Пушкин это сад Вот ты как по саду Ходишь Здесь кустик Здесь цветочек Здесь дерево растет И у Пушкина все есть И лирика гениальная И проза потрясающая Роман Дубровский Роман «Капитанская дочка» И лироэпические произведения То есть вот от этого не устаешь Когда долго читаешь одного автора Ну приходит какое-то такое В общем желание отдохнуть Естественное желание отдохнуть И поискать кого-то другого Ну Пушкин, который считается И справедливо считается Главным русским поэтом Поэтом номер один Он ведь не так хорошо известен За пределами России Вот этот парадокс Меня всегда интересовал Потому что когда мы подразумеваем Когда мы говорим с иностранцами Они сразу называют Несколько фамилий В основном Достоевский, Толстой, Чехов С поэтами сложнее Потому что там все-таки Рифмы Это чувство языка Немножко другое И перевод сложнее Но тем не менее Пушкина почти не знают Да, вы совершенно правы И даже Достоевскому Это когда-то подсказала Мысль о том Что Пушкин не переводим Это известная Пушкинская речь Достоевского В 1880 году написанная На мой взгляд Мировое значение Пушкина А это не только русское Это мировое значение Прежде всего состоит В мировом значении Той традиции Которую Пушкин заложил Потому что Мы должны с вами помнить Друзья Что вообще-то В России литература Была и до Пушкина Ну даже та литература Которую мы помним Со школы Это Фан Визин Предположим Это Грибоедов Да в конце концов Это слово о полку Игореве Которое тоже проходит в школе Но вот этот феномен Русской литературы Которая стала фактом Мирового культурного процесса Не всякая национальная литература Входит в мировую литературу Вот русская вошла Мы этим обязаны Пушкину То есть Пушкин первопроходит Потому что Пушкин Сформулировал то Что потом Даст такие яркие всходы В творчестве Толстого Достоевского И творчество Толстого Достоевского Чехова В вершинах достижений Русской литературы Это именно вершина Айсберга Но мы помним Что особенность Айсберга Вообще состоит В том Что там над водой Мало А под водой Много И в основании Энгерга Русской литературы Лежат два имени Это Пушкин и Гоголь Конечно Это Пушкин и Гоголь Ранняя смерть Для писателя Это, учитывая, опять же, мы говорим о том, как человек, писатель становится классиком. Насколько это важный элемент? Потому что Пушкин погибает на дуэли, затем Лермонтов. Масса примеров, когда они уходят молодыми. Из последнего такого яркого – это Виктор Цой, который уходит молодым, и, соответственно, Цой жив. И его звезда, она не закатывается, несмотря на то, что проходит десятилетие. Ну, это, конечно, немножко такое сравнение. Мне кажется, что Цой отдельная история, просто звезда должна уже молодой уменять. Здесь, ну, говорят не всегда, я, кстати, говорил с лидером группы «Князь», который, друг Гаршика, он сказал, нет, звезда не должна умирать молодой. Но, тем не менее, всё-таки, наверное, это что-то значит. Вот эта история сакрализации смерти, она насколько важна в литературе? Для репутации автора важна, потому что, конечно, после смерти Лермонтова, ну, лавинообразно увеличилась его популярность, потому что вот рано ушёл, и Мартынов, убийца Лермонтова, воспринимался именно как убийцей. Там были случаи, когда студент университета подошёл к Мартынову и просто плюнул в него, как в человека, убившего Лермонтова, хотя с этической точки зрения, в общем, там скорее вопрос к Лермонтову, чем к его убийце, к Мартынову. То есть для репутации его, мне кажется, что важна. Но есть и противоположные примеры. Вот, например, рано ушёл такой очень популярный при жизни поэт XIX века Натсон, которого сейчас уже никто не читает и не вспомнит никто даже этого поэта. То есть всё равно в основе всего должен быть талант одарён. Творчество, конечно, в основе всего должно быть творчество. И Пушкин прожил короткую жизнь, и очень рано ушёл, и эта ужасная потеря для русской литературы прошил бы дольше, я уверен, что и написал бы дольше, больше. Хотя, вообще-то, здесь мы тоже переходим в область гипотез, потому что, напомню, что Гоголь последнее художественное произведение выпускает за 10 лет до смерти. Дальше ещё 10 лет живёт, но художественные произведения не получаются, не пишутся, не происходят, так что тут неизвестно, как дальше сложится. Ну, какой-то эпизод, не связанный с творчеством, может стать для писателя вот как раз дверью в классике? Я вспоминаю Бродского, суд, судья Савельева. Вы этому учились, я думал, это от Бога. Далее эмиграция, и Бродский там уже на волне вот этого некого сопротивления советской власти и борьбы с ней становится тем Бродским, которого мы знаем. Он стал бы таким, если бы всего этого не было, как считаете? Считаю, что мы всё-таки переходим опять с вами в область гипотезы. Тут тяжело об этом судить. История не знает со слогательного наклонения, но тяжело очень об этом судить. Мы обращаем внимание. Да, но вот в случае Бродского как раз мне кажется, что сильно повлияла вот эта вся история с судебным процессом. Напомню, что сказала она Андреевна Ахматова, она сказала, какую биографию делают нашему рыжему. Нашему рыжему. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Я уже упоминал Набокова, его стилистику, защиту Лужина. На ваш взгляд, Набоков, учитывая, опять же, что очень много стереотипного восприятия. Возьмём «Лолиту», классическое произведение Набокова. Многие люди, образованные люди, с которыми я на эту тему как раз говорил, у них была такая точка зрения. После этого романа хочется помыться. То есть, это роман о педофилии, о педофилии, и вообще об этом нельзя писать, об этом страшно говорить и так далее и тому подобное. Вот есть ощущение, что, опять же, Набоков далеко не всегда был понят. Да, но мне кажется, что это не такая вот, из желания помыться, это не сугубо проблема Набокова. Это вообще проблема эротики в русской литературе. Потому что эта тема абсолютно у нас табуированная. Она, в принципе, в литературе плохо представлена. Но что касается русской литературы, она абсолютно-абсолютно табуированная. У нас этой темы не представлена. Или если представлена, то она представлена полунамёками. Как вспомните моё любимое эротическое стихотворение Пушкина «О, я не дорожу мятежным наслаждением». Но там же совершенно всё такими полунамёками. Да и у Набокова, ну, никакой прям порнографии там же нет такого. Ну, ничего страшного не было, но сам факт отношения. Да, абсолютно. И, кстати, многие не знают, я люблю об этом факте рассказывать. Я даже на лекциях иногда о нём говорю, что впервые «Лолита» же была опубликована не в Соединённых Штатах, она была во Франции опубликована в серии порнографических романов. Это была такая серия порнографических романов. И первые читатели «Лолиты» – это были моряки французские, потому что они закупались этими романами, когда отправлялись в плавание. Женщин на судне нет, и вот они, значит, эту порнографическую литературу. И я прям представляю себе этого моряка, который закупил «Лолиту» и дальше лёг там, ну, где они там лежат, в этом корабле. И он начинает читать в ожидании каких-то сцен, и он там прочитывает 10 страниц, ничего нет, 20, ничего нет, 30, ничего нет. И он как-то разочаровывается в Набоку, потому что, ну, мне кажется, что это не порнографический роман, или, по крайней мере, это сложнее, чем просто воспринимать это как порнографию. А на ваш взгляд, почему действительно тема эротики настолько закрыта и запретна в русской классической литературе? Да, я размышлял над этим вопросом. В целом, если мы говорим вообще о мировой литературе, потому что, ну, это в целом такая тема, к которой литература обращается нечасто, думаю, что это связано прежде всего с тем, что культура и литература, как ее часть, она предназначена для изображений движений нашей души, не нашего тела, а нашей души. И поэтому, если любовь, то это будет романтическая любовь, это будут какие-то такие вот нетелесные чувства в литературе. Но русская литература особенным своим целомудрием отличается, и это, по-видимому, связано с тем, что мы не пережили своего ренессанса. У нас не было своей вот этой эпохи возрождения с ее культом телесного. Для этого достаточно сравнить Мадонну католическую, предположим, и Богородицу православную, и вы четко увидите, что у католической Мадонны это будет такая, в общем, женщина с формами, у которой у меня, как у мужчины, возникают некие впечатления, когда я на нее смотрю, и у меня не будет этих впечатлений, когда я смотрю на икону Богородицы, на Казанскую, на Владимирскую, на любую. И для русской культуры у нас не было этого культа телесного, и поэтому вот нет средств для описания тела. Зато у нас было другое. Зато у нас есть еще одна вещь, которая тоже мешала изображению эротики в литературе. У нас традиционно высокое отношение к слову. Вот эта идея сакрализации слова, что слово, оно особое. Это явно присутствует у нас поэт, это пророк по формуле Пушкина, или поэт в России больше, чем поэт по формуле Евтушенко. И вот эта сакрализация слова, она происходит в том числе за счет табуированной, за счет сниженной лексики. То есть мы почему-то все краснеем, когда видим слово из трех букв на заборе, а испанец, когда видит это слово на бумаге, почему-то не краснеет. И у нас сами даже слова эти появились поздно. Вот, например, слово «секс» вошло в русский язык, словарями фиксируется уже только в 20 веке. То есть авторы, даже если бы и хотели это описать, у них слов не было, чтобы все это описать. Ну, это можно назвать в какой-то степени лицемерием, потому что, опять же, мы знаем из биографии, что Александр Сергеевич, например, очень любил женщин. И очень любил их не только платонически, но, соответственно, физическую любовь он тоже практиковал. Да у него все это будет. Все это есть в его произведениях, просто это не так… Они не становятся массовыми. Произведения сами? Те произведения, в которых Пушкин, допустим, позволяет себе что-то, ну, выходит за рамки сакрального. Ну, вспомните, как он описывает «ножки» в «Евгении Онегиде», «Ножки-ножки», «Где вы ныне», там, или даже… И все равно намеки, все равно не до конца. Она всегда, русская литература, всегда будет об этом говорить намеками. Даже если мы возьмем с вами «Темные аллеи» Бунина, вот уж правда кунсткамера русской эротики, собрание всех возможных перверсий, эротического порядка, даже там все это будет намеками. Но это не является лицемерием? Нет, нет, нет. Все-таки вот эта недосказанность. Нет, это не лицемерие. Наоборот, мне кажется, что это самый продуктивный путь изображения эротики в литературе, как Бродский хорошо в одном из стихотворений говорит, «Любовь как акт лишена глагола». Вот в русской литературе «Любовь как акт глагола лишена». Красиво сказано. Но это Бродский. Да. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, я маленький еще один такой замечательный, можно сказать. Вот лично я, например, давно понял, почему тема эротики в русской литературе не так она муссируется. Потому что Есенин в свое время, насколько я помню, сказал, что о любви в словах не говорят. О любви сказать лишь могут руки, да, глаза, как яхонты говорят. Поэтому этим выражением, по-моему, сказано, что почему не муссируется вот эта тема эротики. Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, Есенин, можно вспомнить «Любовь хулигана». Ну, там нет намеков, но, в общем, все считывается, мне кажется. Да, ну и в жизни Есенина тоже можно вспомнить. Человек любил и много любил, и сильно любил сам, я имею в виду, Сергея Александровича. И такая была, мне кажется, какая-то у него болезненная любовь. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Ну, вот если говорить еще об одном нюансе русской литературы, вот, мне кажется, это описание страдания. Потому что, ну, я уже приводил этот пример как-то в интервью. Два произведения, которые, мне кажется, очень похожи, и которые в то же время очень разные. Это «Окаянная и Днебунина» и «Воспоминания Тэфи». При этом «Воспоминания Тэфи» написаны вроде как в таком ироничном ключе, но, на мой субъективный взгляд, они страшнее, чем «Окаянная и Днебунина», на которой написано просто зло. Талантливо, но зло. Там есть очень мощные цитаты из нас, как из дерева, либо дубины, либо иконы и так далее и тому подобное. «Тэфи» пишет вроде бы смешно, но пишет очень страшно. Вот этот юмор, ну, он ведь очень своеобразный в русской литературе. А вот, кстати, если мы сравниваем юмор Достоевского и юмор Тэфи, юмор Достоевского слишком сложно иногда считывается. А юмор Тэфи, он понятен, но в то же время он не становится каким-то примитивным, что ли. Что с юмором при описании трагедии? Вообще русская литература любила посмеяться и умела смеяться, но вот эта традиция смеха, не хочу сказать сквозь слезы, а смеха и слез, она вообще характерна для русской литературы, и заложил ее, я уверен, Гоголь. Напомню, что в лирическом отступлении первого тома «Мертвых душ» смех и незримые, неведомые миру слезы. Вот так Гоголь описывает свой смех. А вспомните смех Салтыкова-Щедрина, уже просто горький. Это как сатира, да. Да, он именно горький, то есть ты видишь вот этого страдающего писателя, который плачет по своей стране, который плачет по этим людям, чехов, точно такой же будет смех. А что касается Бунина и Тэфи, то оба произведения, упомянутых вами, это все-таки публицистические произведения, не художественные. То есть здесь очевидно и воспоминания, сам жанр воспоминаний, и окаянные дни, которые похожи на... Дневники. Да, да, которые похожи на дневниковые записи Бунина. Ну, это то, что они сами переживали, и они не в художественных образах это преломляют. То есть это не случай Достоевского, когда он через художественный образ общается с читателем, а это напрямую уже как журналист, как публицист, рассказывая, фиксируя то, чему свидетелями они были. Ну, русская публицистика и традиция публицистики, насколько она сильна? Очень сильно. То есть русская публицистика, на мой субъективный взгляд, это самая сильная публицистика из известных... Скажу аккуратно, да, это самая сильная публицистика из известных мне, потому что критика, публицистика... Мы почему знаем все эти имена? Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, если начинать с 19 века и дальше, да, уже в век 20-й. Попробуй спроси у французов, а кого из французских критиков вы знаете, или у англичан, кого из английских критиков вы знаете. Есть литература, а критика это такая вспомогательная дисциплина. И только у нас критика и публицистика стали отдельной областью. Это тоже исторически объясняется, прежде всего это объясняется тем, что не было у нас в императорской России, а потом и в советской России, не было возможной свободной политической дискуссии. И вся эта политическая дискуссия в подтекст уходила в критику и публицистику. И поэтому и Белинский, и Чернышевский, и Добролюбов, и Герцен будут, разбирая художественные произведения, пропагандировать свои политические взгляды. И в этом смысле очень интересный феномен публицистики. Ну вот здесь как раз, если говорить об иностранной публицистике, то впечатление, которое на меня произвел Эрик Блэйр, которого мы знаем как Джорджи Орла, и его публицистические произведения, в частности, он там рассуждал о войне. И я думал, что после Скоттного двора или после 1984 Орл не сможет меня чем-то поразить больше, но он меня больше поразил именно своими статьями. Вот такой парадокс. Русская публицистика, она что-то заимствовала из западных, или наоборот, может быть, западная заимствовала у русской? Вот был ли этот обмен, как вы считаете? Мы, конечно, сейчас играем с временными разными датами, там XX век, XIX век, но тем не менее, этот взаимообмен публицистический, он происходил или все-таки русская была изолирована в какой-то степени? Я думаю, что сам феномен публицистики, сама специфика этого вида творчества предполагает, что ты будешь откликаться на то, что происходит у тебя здесь. То, что происходит в твоей стране или с твоей страной. И поэтому речь о заимствовании может идти только если речь идет о полемике. То есть, если русские публицисты будут откликаться полемически на то, что было в публицистике других стран. Сейчас я пытаюсь вспомнить какой-нибудь пример. Первое, что мне приходит на ум, это очень сильная политическая публицистика Федора Тютчева. Мы привыкли, друзья, что Тютчев это только про природу, про бабочки, цветочки. На самом деле Тютчев был очень сильный политический публицист и человек, который много прожил за границей, преимущественно в Германии. Хорошо знал газеты того времени, читал газеты иностранные того времени, откликался в своей публицистике на их публицистику. Это то же самое, что с Паустовским, получается. Паустовский тоже в этом смысле недооценен. Мы знаем его по школе. Да, таких много писателей. И вот представьте, я вожу экскурсии, когда мы приезжаем к Паустовскому в Тарусу, в город, где последние годы прожил Паустовский. Это Калужская губерния, с 1955 года до смерти Паустовский там жил. И я говорю нашим туристам, что представьте, Константин Паустовский трижды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, ни разу не получил, но трижды номинирован. Все удивляются, потому что для всех Паустовский – это автор из второго класса средней школы, который что-то там про грибы писал Мещерского края. А на самом деле, да, человек трижды был номинирован. Известная история с Марлен Дитрих, которая приехала в Москву и попросила показаться Паустовскому и встала на колени перед ним за телеграмму, за повесть Паустовского. Ну что ж, у нас заканчивается время эфира. К сожалению, заканчивается время эфира. Егор Сартаков, приглашайте, когда у вас лекция. Да, друзья, я всех вас хочу пригласить в субботу, 29 февраля и воскресенье 1 марта на две лекции, которые я буду читать в Риге. И та и другая будет в 15 часов в Международной Балтийской академии. В субботу это будет лекция, посвященная крейцеровой сонате, где я прочитаю лекцию о крейцеровой сонате Льва Толстого. Мои коллеги из Московской консерватории сыграют сонату Ля Мажора Бетховена. Можно будет и послушать сразу, и обсудить текст Толстого. А 1 марта состоится лекция с красивым названием «Любимые женщины русских писателей», где мы поговорим о русских писателях и об их женщинах. И тоже прозвучат музыкальные произведения по тону, подобранные к этим произведениям. Все это будет в Международной Балтийской академии. Билеты можно купить в театральных кассах города. Спасибо вам, Егор Сартаков, доцент журфака МГУ, был гостем нашей программы сегодня. Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотаров. До свидания. До свидания.